Всем привет, с вами снова Света и это видео новости недели Гоха Уикли. На всякий случай я записываю это, потому что если у меня снова заваляет дурака техника, этот выпуск получится закадровым. Потому не теряем время зря и переходим к делу. Больше всего новостей на этой неделе по вселенной Ив и сопричастным, потому что на прошлой неделе в рейке Явике прошел Ив-фест, самое долгожданное событие для наших капсулеров. Разумеется, Гоха отправила туда своего человека, поехал туда комрад Мифун и первые его отчеты уже можно читать в разделе Ив. Но первым делом новость о том, что Dust 514 точно выйдет на ПК. Правда это будет тот же Dust, но не тот. От консольной игры в нем останется разве что кусочек названия и основа. А еще туда завезут графон, удобный геймплей и несколько причиндалов для песочницы. Например, ПВЕ-режим, в котором можно получить по шапке от друзей, управляемая экономика и, разумеется, глубокое погружение. Короче говоря, Dust останется шутером на PS3, а Dust 514 Project Legion улучшенный Dust для ПК с элементами песочницы и больше интеграции с Ив онлайн. Про обычный Dust при этом никто не будет забывать. Клятвенно пообещали. Здесь же у нас на новенького Ив Валькирия, о которой мы знали весьма немного и теперь знаем больше. Например, разработчики решили отказаться от движка Юнити и перейти на Unreal Engine 4 от Epic Games. Классов будет в игре три – Fighter, Heavy и Support. У каждого корабля уникальные способности и по две системы орудий. Из Евы Валькирия позаимствует систему кастомизации кораблей и пилотов, а в целом упор будет на систему боевки с элементами тактики и симулятора. Добавим к этому возможность играть в Soculus Rift и Project Morpheus и вообще не жизнь, а сказка получается. Что касается самой Ив онлайн, то по происходящему на фанфесте можно сказать примерно так. Добавят аж две новые модели кораблей по просьбам трудящихся. Скоро в игре появятся новые визуальные эффекты для DirectX 11, поддержка которого появилась вместе с выходом обновления Rubicon. Разработчики стараются сделать так, чтобы игры Ив, Даст и Валькирия были как можно ближе друг к другу для удобства и интереса игроков. И теперь даже в лоре будет прописано, что хитрый хак системы позволяет перемещаться между клонами разных типов. Так что теперь игроков не придется делить на категории, получится одна большая дружная кампания. И на закуску от CCP, правда не совсем от них, скриншоты из отмененной World of Darkness, которые появились в одной из веток обсуждения игры на Reddit. Горемычная The Elder Scrolls Online получила патч 1.0.7. Главная его часть — исправление проблем с серверами и повышение производительности в Сиродиле. Плюс фиксы кое-каких ошибок. А еще на интерактивной карте появилась зона Краглорн, о которой мы опубликовали несколько переводов не так давно. Долгожданное открытое бета-тестирование Wildstar пройдет с 8 по 18 мая. Тем, кто не попал в игру на всех прошедших бета-выходных, выдадут ключей на специальной странице, а все остальные попадут в игру со своих старых бета-аккаунтов. Разработчики Wildstar говорят, что в ОБТ можно будет прокачать своего персонажа аж до 30 уровня и попробовать новые способности, заодно протестировать новый высокоуровневый контент, к которому раньше доступа не было. Разработчики Star Wars The Old Republic запустили новую серию роликов Galactic Living. И в новом ролике можно посмотреть на Небесный дворец и изучить варианты кастомизации собственного жилья. Кроме того, на публичном тестовом сервере запустили обновление 2.8, так что при желании можно попробовать поиграть в кошмарном режиме и посмотреть на то, как изменили классы. Уже через три недели закончатся съемки фильма Warcraft, о котором мы прожужжали вам все уши. По крайней мере, именно так режиссер этого фильма Дункан Джонс написал у себя в твиттере. Не про уши написал, про съемки. Сколько еще времени до выхода, правда, никто не знает, но вполне может быть, что на Близконе следующем почтенной публике покажут какой-нибудь материал. К 9 мая Gaijin Entertainment решила оттоварить своих игроков новым танковым продвинутым пакетом 28 панфиловцев с доступом к наземке, танкам второго ранга и кучей другой вкусноты. А почему это интересно? А потому что 50% от каждой покупки компания будет передавать в фонд съемок одноименного фильма, который снимается без поддержки госфондов. Оно, конечно, наверное, к лучшему, что без. Фильм будет посвящен, как нам трудно догадаться, подвигу героев-панфиловцев, защитивших Москву от вражеских танков зимой 41-го года. И еще одно интересное событие к празднику Победы. Портал GoH.ru вместе с Wargaming и SteelSeries решили устроить творческий конкурс. Вам предстоит снять видеоролик в World of Tanks в жанре реконструкции реальных исторических событий, награды, мыши, коврики и голда в танках. Подробности в специальной конкурсной теме. А мобы игры порадовали сразу двумя событиями. Причем оба события были в Москве. 24 апреля компания Mail.ru устроила презентацию своей новой локализации – мобы игры Strife. О том, что это за игра, на что она похожа, а на что нет, можно почитать в нашем специальном материале. А вторым знаменательным событием стал московский гранд-финал Старладдера в дисциплинах Point Blank и League of Legends. Мероприятие прошло в выставочном центре «Сокольники». Прошло, кстати, на ура. Как обычно, конкурсы-подарки, красотки-косплеерши и, самое главное, накал страстей в финале League of Legends. Победителем сезона стала темная лошадка команда Карп и Дим. Эта команда вышла в финал по нижней сетке, и такой воли к победе от ребят, конечно, никто не ожидал. А закончилось все забавной автопати. Фотографии с мероприятием можно посмотреть в нашей группе ВКонтакте. Пока мы с вами ждем новый Dragon Age и следим за мегасрачем между Zenimax и Oculus Rift, BioWare и Monreal практически доделали четвертый масс-эффект. Глава студии говорит, что разработка сейчас где-то посередине процесса. По сведениям Еврогеймера, работа началась еще в 2012 году, а в конце 13-го уже была готова играбельная версия. Получается, релиз игры может состояться где-то осенью следующего года. Правда, насчет того, приквел это или сиквел основной сюжетной линии масс-эффекта, ничего не известно. Разработчики, как обычно, напускают туман относительно нового видения серии. Из новенького скриншота игры Project Beast для PlayStation 4. Разработкой игры занимается японское подразделение Sony и From Software, а дирижирует этим процессом директор Demon's Souls и Dark Souls. Так что ждем официального анонса. От 30 апреля состоялся релиз экспериментальной JRPG Child of Light. Средняя оценка западной прессы 85 из 100. Моя – полный и трудноописуемый восторг. Впрочем, все стены неотносительно прекрасности этой игрушки можно найти в разделе статей и обзоров за моим авторством. Мобильных новостей сегодня аж две и обе крутые. Во-первых, Baldur's Gate Enhanced Edition таки выпустили на андроиде. Классическую ролевую игру 1998 года адаптировали таки под мобильные устройства с сенсорными экранами. И теперь любители классики ждет 60 часов увлекательного олдскульного геймплея в любом месте и в любое время. А компания Wargaming сообщила о оригинальном релизе мобильного ММО-экшена World of Tanks Blitz. Это значит, Blitz смогут скачать в App Store жители Норвегии, Финляндии, Швеции, Дании и Исландии. И скоро игра будет доступна в Ru-регионе. Разработчики говорят, что этот мягкий запуск – своего рода аналог ОБТ для игр на PC. А значит, скоро глобальный релиз. Ну и на этом все. Не забывайте подписываться на наш канал, читать наши новости и обзоры, участвовать в форумных баталиях и смотреть наши стримы, конечно же. Увидимся на следующей неделе. Играйте с удовольствием. Пока-пока. В принципе, одну ликвидацию надо взять. Подготовку, конечно, придется брать, учитывая другие карты. Лепрогнома. Опытного охотника на случай, если наш противник что-нибудь нехорошее наворожит нам. Так, ну пора вообще начинать думать о том, чем мы будем убивать оппонента. 10 карт набрал. Это различные контроли, антиконтроли и прочее. Возьмем Хладнокровие. Служители Земли. Ахм.